Православные христиане готовятся к встрече светлого праздника Пасхи, которому предшествует чистый четверг. В этот день верующие наводят порядок в доме, красят яйца и, конечно, пекут куличи, которые по традиции освящают в храме. Однако в этом году в привычные планы празднования Пасхи вмешалась пандемия коронавируса. Александра Литкова продолжит тему. За три дня до празднования Пасхи прилавки почти всех магазинов заполнены куличами на любой вкус. Конечно, есть и те, кто предпочитает печь один из главных атрибутов праздника самостоятельно. Но в основном жители города берут уже готовые. Одна из них – Ольга Фатеева. Я не только для себя покупаю, но и своим родственникам из года в год. И поэтому я знаю, что начиная с четверга уже перед Пасхой начинается продажа. Поэтому я прихожу и покупаю сразу на всех. В Наринмарском хлебозаводе первые партии куличей традиционно выпекают в чистый четверг. В фирменных магазинах товар разбирают практически моментально. В четверг народ берет куличи, но не в таком количестве. Мы предлагаем им, говорим, что всегда в старину на Руси пекли куличи в чистый четверг, яйца красили. Ну, берут люди, берут, значит, у нас куличи трех видов – 150 грамм, 300 грамм и 600 грамм. Предлагаем, говорим, что на подарки лучше берут 300 грамм, 150 грамм, на большую семью выгоднее взять 600 грамм. В связи с тем, что в регионе действуют усиленные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, Наринмарская епархия рекомендует воздержаться от посещения храма. Впрочем, освященные куличи также уже есть в продаже. Каждый год в чистый четверг шеф-повар ресторана «Фрегат в Пустозерске» выпекает куличи. Мы их освящаем обязательно, уже идет запись по предзаказу, можно уже приобрести. В этом году это очень актуально, с учетом ситуации в стране. Батюшка придет, все осветит и можно покупать. Пасхальное богослужение и крестный ход для жителей Ниньцкого округа в этом году пройдет в режиме прямой трансляции в ночь субботы на воскресенье. Прямую трансляцию мы будем осуществлять с 15 и 12 до 3 часов ночи. Нас можно будет посмотреть на телеканале «Север» в пакете «Триколор». Нас можно посмотреть на официальном сайте телевизионной компании, на официальной группе «ВКонтакте». Представители Наринмарской и Мизенской епархии пояснили, если прихожанин считает, что ему очень нужно в храм, то необходимо надеть на лицо защитную маску, желательно перчатки. Если человек чувствует себя нездоровым, то обязательно нужно оставаться дома и не заражать окружающих. В храме необходимо как можно меньше трогать ручки дверей и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. После возвращения из храма нужно тщательно вымыть руки с мылом, желательно продезинфицировать антисептиками.